Всем привет ребята, вы на канале Бомбилка Лайф, меня как всегда зовут Юра и сегодня у нас на обзоре представитель сразу нескольких веток. Это ветка Мауса и ветка ПЗ КПФ7. Два таких массивных немецких тяжа, ну чтобы к ним подобраться придется пройти нашего сегодняшнего героя. Это ПЗ-4Х. Обсудим этот танк, как всегда по характеристикам пройдемся, тут две пушки на выбор могут быть у этого танчика. Одна из них фугасная, так что уже интересно, много чего интересного есть поговорить, но прежде всего скажу. Обязательно досмотрите ребят этот ролик до самого конца, потому что в последние 20 секунд у вас на экране появятся две сборки. Первая вверху справа с обзором на всю ветку Мауса, потому что дальше после этого танка можно пойти на Мауса. И вторая вверху слева с обзором ветки ПЗ КПФВ7. Ну такой немецкий тяж с задним расположением башни, знаете, да? Можно тоже на него пойти прокачивая ПЗ-4Х. Я рекомендую посмотреть оба плейлиста, посмотреть обзоры на эти две ветки. Отличаются они только там на 8, 9 и 10 уровне. До 7, до Тигра П вы будете качать одинаковые танки и там уже определится. Обзоры и на Тигра П, и на ВК все есть у меня на канале уже, поэтому можете смело просматривать сборку справа на ветку Мауса или слева на ветку ПЗ КПФВ7 в последние 20 секунд. Там будут все эти танки. Можете определиться. Скидывайте куда-нибудь там ссылочку себе в Вайбер, в Ватсап, чтобы не потерять. Давайте, ребят, начинать обзор. Много заболтался, поэтому переходим уже к видосу. Итак, две пушки у нас есть сразу после покупки танкера. Рекомендую первым делом прокачать себе 75-мм орудие КВК-30Л-48. Эта пушка является как бы предтоповой. То есть финальным орудием это 10,5-сантиметровая пушка КВК-Л-28. Это, кстати, фугасница. То есть до фугасницы мы получаем сначала первое орудие, потом с альфой как раз-таки вот в 110 и с бронепробиваемостью, собственно, тоже в 110 мм. Это вот сейчас игрок играет именно... герой играет именно с этим орудием. Давайте с него и начнем. 75-мм орудие имеет альфу очень слабенькую, 110 мм. Бронепробитие, ну, не супер высокое, но достаточное для пробития одноуровневых танков, 110 мм. На голде бронепробитие 158, средний урон тоже 110. Есть также фугасы с средним уроном 175 единиц и бронепробиваемостью 38 мм. Вот такая пушечка. Многие не устанавливают даже топовую, а проходят танк именно оставшись до конца играть именно на этом орудии. Скорострельность пушки 15 выстрелов в минуту, то есть перезарядку можно сделать чуть меньше 4 секунд. И средний урон 1650 единиц. Ну, меньше за счет, там, досылателей и прочего. Время сведения 2,3 секунды и разброс на 100 метров довольно большой. 0,39, поэтому суперточность, несмотря на такую низкую альфу, орудие не обладает. Ну, 0,39 довольно неплохо для пятого уровня. Ну, ребят, сами понимаете, чем ближе к 0,3, тем лучше уже. Ну, а тут ближе к 0,4 даже. Боезапас 105 снарядиков. Много. Давайте по еще одной пушке пройдемся. Ведь здесь есть альтернативное фугасное орудие, 105-мм, где у вас будут не только фугасы и кумули, но и ББ-шки тоже. Здесь будут ББ-шки. Это 105-мм орудие. 10,5 сантиметров. Оно называется КВК. Вот это Л-28. На нем будут стоять ББ-шки. Ну, не стоять. Будут у вас ББ-шки с пробитием в 64 всего. И, собственно, с альфой в 350. Также будут кумули с пробитием 104 миллиметра и с альфой в 350. Как и у ББ-шек. У ББ-шек 350, у кумулей тоже 350, только пробития больше. И самое приятное у вас будут фугасы с альфой в 410 и бронепробитием в 53. Уимея такие фугасы, не вижу смысла вообще ББ-шки на 105-мм орудий возить. Но часто вот именно этот танк ПЗ-4Х можно увидеть с этим как раз-таки фугасным орудием. Скорострельность этой пушки 7,5 выстрелов в минуту. В два раза меньше, чем у альтернативной 75-мм. Урон в минуту 2,625 единиц. Но реализовать, как вы понимаете, его сложновато. Время сведения 2,3 секунды. А вот разброс на 100 метров, ребята, действительно огорчает. 0,55, ребята, разброс на 100 метров у этого орудия. И здесь, конечно, сами понимаете, с точностью будут проблемы. Поэтому сильно не пощеголяешь. Но вот такая альтернатива имеется. Мне кажется, довольно симпатично смотрится. 70 снарядов в запасе. Я думаю, мы разобрались по пушкам. Две орудия на выбор. 105 и 75 миллиметров. Одна скорострельная с альфой маленькой в 110. Бронепробитием тоже. Другая фугасница, у которой есть и ББшки, и Кумули. Очень интересная пушка, но с крайне низкой точностью. То есть большим разбросом на 100 метров. Выбирайте сами, какое комфортнее. Я, кстати, катал именно с фугасницей. Живучесть. У этого танка 630 хп среднего. И, собственно, броня такая. Кстати, танк средний вроде считается. Хоть и дальше идут по ветке тяжа. Броня корпуса 80 миллиметров. Есть, кстати, экраны у нас и в башне, и по бокам танка. Но давайте поберем. Броня здесь слабенькая. 80 миллиметров, плюс не очень выгодные углы. Спереди корпуса, по бокам корпуса 30 миллиметров, сзади 20. В башне мы имеем 50 миллиметров, 30 по бокам и 30 сзади. Ну, за счет экранов можно неплохо сражаться против Кумулей и фугасов. Ну, если нам прямо в лоб кинут ББшкой или под калибром, будет больно и неприятно. Мобильность этого танка давайте обсудим. Масса около 26 тонн. Мощность двигателя 440 лошадиных сил. Мы имеем 17,13 лошадиных сил на тонну. Соответственно, максимальная скорость у этого танчика 40 километров в час вперед и 18 километров назад. Скорость поворота 32 градуса и очень хорошая скорость поворота башни 44 градуса в секунду. Давайте перейдем к обзору. По мобильности, сразу скажу, довольно подвижный агрегат. Очень быстренько вращается башня, да и сам танк быстро вращается. В этом плане будет комфортно играть. Обзор. Обзор, обзор, обзор. Тоже важно. 350 метров обзор у немца и дальность связи 710. Не самый худший обзор для пятого уровня, но и не рекордный, само собой, понятно. Углы вертикальной наводки, ребята, для любого, любого танка в игре имеют важное значение. Здесь они шикарнейшие. Минус 10 пушка гнется вниз. И плюс 20 вверх. То есть углами нас не обделили. Будет комфортно стрелять от рельефов, от холмиков. Никаких с этим проблем свои фуджесы от холмиков выписывать. Ну или ББшки, смотря какое орудие вы выберете. Незаметность стоя около 15%. Да, у этого танка есть довольно неплохие для уровня своего показателя маскировки. 14,95% незаметность стоя, ну почти 15%. И незаметность движения 11%. Если быть точным, 11,18%. Давайте, ребята, обсудим плюсы и минусы. Ну а перед этим я вам быстро напомню, что, во-первых, справа в конце видоса будет обзор на всю ветку Мауса. Обязательно зайдете в последние 20 секунд. А слева обзор на ПЗ КПФВ-7. Тоже всю ветку. Определитесь, как раз таки, что качать. Это раз. Во-вторых, ребята, как вы знаете, на канале Бомбилка Лайф нет рекламы. Поэтому огромная просьба к вам будет поддержать ролик подпиской, лайком, колокольчиком там. Написать комментарий, как вам по З4 речь, ваши какие-то мысли по этому танку, по оборудованию. Там оборудование я сейчас расскажу, но можете тоже свои идеи писать. В общем, ребята, жду, жду ваших мыслей по поводу этого танка. Ну и очень-очень реально, ребят, важно, чтобы вы подписались на канал, чтобы вы поставили лайк. Прям огромнейшая, гигантская у меня, ребята, к вам просьба. Каждая подписка, каждый лайк реально очень сильно помогают каналу. Поэтому надеюсь на ваше понимание. Надеюсь, вы в этом плане поможете. Три секунды спуститься под ролик и нажать эту красную кнопку подписаться. Две секунды поставить лайк. Две секунды колокольчик врубить в режим все уведомления. Каждому, кто сделает, за каждую подписку огромное спасибо, ребят. А мы продолжаем. Давайте про оборудование сначала расскажу. Считаю, что этому танку нужен, во-первых, досылатель. Во-вторых, у меня стоит просветленная оптика, потому что обзор не помешает. И у меня стоит вентиляция. Вот так. Можно ставить тоже альтернативно вместо чего-нибудь усиленные приводы наводки, например. Этому парню подойдут. В общем, как-то так. Ну, досылатель железно. Мне кажется, оптика неплохо, учитывая, что обзор не такой уж и большой. Давайте, ребята, плюсы и минусы теперь. Из плюсов. Выбор из двух орудий. Неплохая подвижность. Наличие экранов. Малая заметность. То есть, хороший процент маскировки. Хорошая дальность связи топовой рации. Кстати, 710 метров. Опять же, мощные кумулятивные снаряды для 105-мм орудия. И также приличные фугасы для своего уровня, доставляющие картонным четверкам, например, много неприятностей. Из минусов, опять же, слабое бронирование, недостаточное бронепробитие и малый разовый урон 75-мм орудия. А у 105-мм орудия из минусов низкая точность. Ребята, сейчас смотрим итоги. И как раз таки справа будет сборка видосов на Мауса, а слева на ПЗКП ФВ-7. И выбираем. Пошли к итогам. Ребят, пока вы подписываетесь, смотрим результаты роликов. Медали Редлика, медаль Колобанова, Думитру, медаль Лехвис Лайхо, медаль Основной Калибр, медаль Воин. Поздравляем игрока. Очень хороший бой. 3000 дамага, 9 фрагов. Реально, затащил сливной бой, как и написано. На этом все. Подписывайтесь, прожимайте лайки. Справа сейчас сборка видосов на Мауса, слева на ПЗКП ФВ-7. Поставьте на паузу, подумайте, определитесь. Либо и туда, и туда перейдите. Ссылку друзьям в Viber себе, в WhatsApp. Чтобы не потерять, чтобы удобно было вам прокачивать ветку, просматривая обзор на каждый танк, который купите. И читать комменты. Там много люди интересного пишут по танкам. На этом все. До скорых встреч. Всем удачи. Увидимся, ребят. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова